МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом месяце распространение штамма омикрон до 10 тысяч человек. Это сопоставимо с числом всех заболевших коронавирусом в Магаданской области за весь прошлый год. У нас нет такого количества мест. Вообще, значит, мы в целом здравоохранения можем не найти. Но заболевания больше всего подвержены, или в основном заболевают те, кто не вакцинировался. Это был их выбор, желание. Вакцинация у нас добровольная и так далее. Как сообщил глава территории, новый штамм коронавируса омикрон дает среди общей массы заболевших около 20% случаев средней и тяжелой форм течения заболевания. Но из-за огромного числа заболевших это может привести к коллапсу системы здравоохранения региона, так как такого количества коек в медучреждениях просто нет. Единственный выход – вакцинация. Сегодня день печати. Это очень удобно. Конон старого Нового года, как принято у нас говорить, что никогда не перепутаешь и не забудешь. День печати. Я хочу поздравить здесь присутствующих журналистов, которые в этот праздничный для них день или день профессионального праздника продолжают свою работу. 13 января является важным днем для редакторов, журналистов и издателей всех, кто в той или иной степени связан со средствами массовой информации. В этот день нахожусь с вами в этот замечательный праздник, который мы организовываем для того, чтобы еще раз подтвердить, что мы с вами решаем единые общие задачи, для того, чтобы нас понимали граждане, проживающие на территории города Магадана, чтобы нас понимали граждане, проживающие на территории Магаданской области. Ежегодно в Магадане отмечается День российской печати. В этот день журналисты и редакторы города принимают поздравления, а самые креативные журналисты принимают награды от первых из города. Музея Александри Орехове. Известный город Кипаев. Дорогие магаданские журналисты, много лет мы работаем бок о бок. Когда-то ваше слово вдохновляет, иногда огорчает. Очень прошу, любите русский язык. Если нужна помощь, всегда. И хочу закончить эпиграммой. А вас, дорогие, сильны печатным словом, сильны и непечатным. Не скажем слова злого, оно и так понятно. Самое главное, что я хочу сегодня пожелать, это крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя и близких. Ну и, конечно, творческих успехов и нормальных пополнений наших зарплатных карт. Обнимаю. В современном мире информацию преподносят разными способами. И как бы цифровые носители не превосходили сегодня в средствах массовой информации, День печати все еще остается важным праздником для журналистов. Я бы хотел всех поздравить с Днем российской печати, пожелать всем острого пера, неравнодушия и решения всех проблем. Ну, мое главное пожелание, чтобы каждому нашему коллеге работалось без оглядки на время, чтобы работа приносила удовольствие, да и не только, наверное, работа, чтобы все жизненные процессы приносили удовольствие настолько, чтобы не обращать внимания на часы. Я желаю всем моим коллегам того, чтобы профессия доставляла радость, чтобы всегда было интересно и не было никогда профессионального выгорания. Кроме поздравлений для журналистов и редакторов города была подготовлена праздничная шоу-программа. ПЕСНЯ 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 В начале недели Магадан радовала солнечная погода. Повезет ли нам так на этих выходных, узнаем у жителей областного центра. В субботу, 15 января в Магадане небольшая облачность. Температура воздуха ночью до минус 51 градуса до минус 21. Днем до 14 градусов мороза. Моцветное давление в пределах нормы 751 миллиметров крупного столба. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. В воскресенье, 16 января в Магадане переменная облачность. Температура воздуха ночью до минус 22. Днем до 15 градусов мороза. Атмосферное давление высокое 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова